Друзья, всем привет! И вы снова на канале Кокен Бранч. Сегодня приготовим очень вкусный рассольник по домашнему рецепту. А прежде чем приступить к приготовлению, хочу поблагодарить всех зрителей за ваши комментарии, за поддержку моего молодого канала лайками, если вы еще не подписаны. Обязательно подпишитесь колокольчиком, чтобы не пропускать много интересных рецептов. Всем желаю приятного просмотра! Итак, поехали! Сегодня мы с вами приготовим рассольник. Я знаю два рецепта рассольника. Рассольник по-ленинградски, он готовится с перловкой. И рассольник с рисом, который мы сегодня с вами и приготовим. Для его приготовления я обычно беру телятину или говядину, но сегодня хорошей не было в магазине. Я взяла свининку. Свинина у меня не жирная, такая филейная часть за дочек. Ее 800 граммов. Сейчас я буду закладывать в кастрюлю и заливать водой. Воды я наливаю ровно столько, чтобы покрылось только мясо, потому что мы будем варить два бульона. Первый бульон после закипания я солью, а на втором мы уже будем готовить наш рассольник. Первый бульон я вместе с пеной сливаю, он нам не нужен. Теперь заливаем чистой водичкой. У меня два с половиной литра будет здесь воды. Будем варить обычно бульон до закипания. Снимем пену и варить примерно час до готовности мяса. На два с половиной литра воды я насыпаю сразу столовую ложку соли. Теперь варим бульон на медленном огне до закипания. Соберем пену и будем варить до готовности бульона. Бульон у меня уже практически готов. И сейчас будем нарезать овощи для пассеровки. У меня средний лук. И мне его нужно нарезать кубиком. На разогретую сковородку наливаю 50 мл растительного масла. И высыпаю нарезанный лучок пассероваться. А пока пассеруется лук, натру среднюю морковку на крупной терке. Лучок у меня уже немножечко обжарился, стал полупрозрачным. И я к нему добавляю морковку. И также обжариваем, пассеруем вместе с лучком. Теперь нам нужно натереть огурчики. У меня 5 огурчиков соленых. Они не крупные. И я их тоже буду натирать на крупной терке. Натертые огурчики я отправляю пассероваться уже к обжареным луку и морковке. Размешиваю. И сразу же сюда добавляю 6 столовых ложек краснодарского томатного соуса. И тоже размешаем. Я люблю, чтобы рассольник был остренький, поэтому я сюда еще добавляю грузинскую аджику. Чайную ложку острой грузинской аджики я сейчас разведу кипящим бульоном. И добавлю в пассеровку. И хорошенечко размешаем. Она не только остроту нам придаст, но еще и аромат. Здесь какие-то такие очень пахнущие травки. Я эту аджику еще добавляю в харчо. Тоже очень вкусно получается. Так, пусть пассеровка немножечко у нас еще потомится. А мы пока нарежем картофель. 4 средних картофеля мы тоже нарежем кубиком. В кипящий бульон закладываем картофель, который мы уже нарезали. Сразу же ароматную вкусную пассеровку добавляем. Для рассольника нам нужен будет еще рис. Я взяла полстакана. Я его уже промыла и процедила. Рис нужно обязательно промывать до прозрачной воды. Мы это делаем для того, чтобы не придавать блюду мучнистость и кашеобразность. Если его не промывать, то будет мутность. Я его уже промыла и буду сейчас закладывать наш рассольник. Рассольник почти уже готов. Осталось добавить чесночок. У меня 3 зубочка. И зелень. Кто смотрит мои ролики постоянно, тот знает, что я зелень очень люблю. Поэтому будем добавлять и укроп, и петрушку. Здесь 100 граммов. Сейчас будем мелко нарезать. Чеснок можно пропустить через чесночный пресс. А можно вот так просто раздавить ножом. И мелко надо убить. И также мелко нарежем зелень. Когда рассольник уже полностью готов, добавляем зелень с чесноком. Размешиваем. Даем покипеть минутку-полторы. Накрываем крышкой. Выключаем. Наш рассольник готов. Рассольник немножечко у меня уже остыл. И мне хочется поскорее его попробовать. Но даже без пробы я знаю, какой он вкусный. Потому что я готовлю его очень часто. И в нашей семье его очень любят. Вкусненькие огурчики. Рис. Аджичку мы еще добавляли. Чесночок. Все это очень хорошо сочетается. С укропчиком, с петрушечкой. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Если он вам понравился, обязательно. Приготовь, лайкни, подпишись. А я с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok